Саратовский мост Саратовский мост На плавучей опоре Вывозили ее сначала А потом поднимали кран И встали на понтон И ехали Только надо знать Чтобы был точно 12-10 сантиметров Выше опоры А если ниже будет, ты не поставишь К тому же мостостроители не раз рисковали К примеру, зимой, подвозя материалы по льду Запросто могли провалиться в воду Вместе с машинами Возводился Саратовский мост почти шесть лет. В самый разгар работы режиссер Олег Ефремов даже снял художественный фильм «Строится мост». В кадре рядом со звездами кино Людмилой Гурчин, коллегом Далем, Галиной Волчек оказались реальные мостостроители и горожане. Какая высота здесь? Высота? Да, старшой, я б тебя на улице ни за что не признал. А высота? Высота 40 метров. Я говорю, хорошо бы нам с Валентиной сына. Она не хочет. Белезвие, понимаешь, трудновато. Сколько вековина? Какая? Вот. Это. А, пролет-то? 800 дон. Слушай, ты наших никого не видал? Нет. А это что, бетон? Бетон, бетон, напряженный бетон. Впервые встретиться на середине открытого моста жители Саратова и Энгельса смогли 10 июля 1965 года. Но уже через 40 лет построенный на века Саратовский мост, рассказал нам доктор технических наук Игорь Овчинников, почувствовал себя плохо. А все потому, что научная идея о долговечности железобетона, из которого создавалась конструкция, не получила подтверждения, а попросту лопнула. Так вот, железобетонный мост, он просуществовал уже довольно длительное время. В мире за это время поняли, что железобетон не вечный материал, и он довольно быстро может разрушаться. Причем, если конструкция предварительно напряженная, то схема его разрушения не всегда понятна. Есть мосты, которые через год падают, есть через 20 лет, есть долго стоят. И если вы меня спросите, вот этот мост, как долго он простоит, я скажу, не знаю. Мне могут задать вопрос, а вот мы отремонтируем его. После этого, как он будет стоять? Опять-таки скажу, не знаю. Потому что инженеры, которые будут выполнять работу, они могут гордо сказать, простоит 15, 20, 30 лет. Это, как говорится, оптимизм незнающего человека. Дело осложнялось еще и тем, что за энтузиазмом советских строек и досрочной сдачей объектов нередко скрывались недочеты. Саратовский мост не стал исключением. Оказалось, что хотя в 65-м году мост был принят на отлично, на самом деле там пять написали, а в уме было четыре или три. То есть, оказывается, одна часть моста чуть выше другой. Поверхность моста не совсем ровная, а на неровную поверхность, когда уложишь покрытие, оно будет повторять эти неровности. У дорожников есть любимый термин – отраженные трещины. Это когда все дефекты, неприятности снизу, через проезжую часть проходят наверх. Словно человеческий организм, Саратовский мост пережил времена расцвета, но с течением времени стал испытывать перегрузки и, как следствие, утратил прочность. Диагноз не заставил себя долго ждать. Так называемое «охрупчивание арматуры», грозящее, по мнению экспертов, внезапным обрушением, поставило на повестку дня срочный ремонт. Полмиллиарда федеральных денег позволили в 2014-м отремонтировать верхнюю часть моста, заменить дорожные покрытия и тротуары, отремонтировать деформационные швы, обновить, где необходимо, бордюры и перила. Но старичок в новом пиджаке, так как крестили обновленный Саратовский мост в одном из научных журналов, не избавился, по мнению генерального директора института, проект-мост-реконструкция Виктора Морозова, от своих возрастных изменений. Не стоит забывать о том, что мост, он не вечен. Это железобетонные преднапряженные конструкции, которые в целом для моста строения как бы не показали тех запланированных показателей, которые были изначально, предполагались. То есть сто лет прослужить такому мосту крайне-крайне сложно. Мы знаем, что габариты его также не соответствуют современным нормативным требованиям по пропуску транспорта. Агломерация растет. Мы имеем один створ, одну переправу через Волгу, что, естественно, ненормально. Такие переходы должны быть расположены для того, чтобы пересекать препятствия водные, которые разделяют агломерацию, как минимум на расстоянии 2,5-3 километров. Мы сегодня имеем одну единственную переправу. Это 2,5 полосы движения на 1,1 миллиона тысяч жителей. Это ненормально. То есть как минимум должно быть 6-8 полос на сегодня. В 2014 году отремонтировали проезжую часть. Все нормально. Правда, я все время Чурикову, министру, говорил, мы не мост отремонтировали, мы только проезжую часть отремонтировали. Поэтому говорить о том, что вот мы отремонтировали мост и кричать об этом, ну, у политиков своя точка зрения на то, что сделано. Они всегда перед народом любят рассказать гораздо больше, чем сделано на самом деле. Предстоящий ремонт Саратовского моста, считают специалисты, наконец-то доберется до тела больного и коснется его внутренней подмостовой части. Но для начала необходимо привести в порядок смотровые ходы и дообследовать проблемные участки. Сейчас речь идет о том, чтобы продолжить ремонт в той части, которая невидима пользователям этого моста, то есть подмостовое пространство. Подмостовое пространство, по сути дела, касается ремонта опор. Есть приличная часть опор, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Это связано с тем, что опоры обводнялись через разрушенные деформационные швы. Обводнение привело к разрушению защитных слоев. Защитные слои разрушены во многих частях опор. Произошла коррозия арматуры. В связи с этим этот ремонт неизбежен. Сложность заключается в том, что все эти работы будут выполняться сплав средств. Поэтому сложность обусловлена, что это еще с воды сплав средств. И, соответственно, и на сроки это будет влиять проведение ремонта. В этом году мы сможем, в зависимости от погодных условий, освоить порядка 30 миллионов рублей. И на следующий год запланируем завершение всех ремонтных работ, предусмотренных проектом. По прогнозам, ремонт моста начнется уже этой зимой и займет около года. Закрывать мост не планируют, так как все работы будут вестись с воды. Но главная проблема в том, что ремонт сможет восстановить характеристики моста, заложенные в проекте более чем полувековой давности. А поэтому увеличить грузоподъемность, отвечающую современным требованиям, увы, не удастся. Эти обстоятельства заставили специалистов говорить о строительстве еще одного моста через Волгу. Согласно проекту, он будет снимать нагрузку с уже существующих, а также работать на подхвате во время реставрации. Заявлено также, что, возможно, мост будет платным и пройдет вблизи Казачьего острова. Продолжение следует...